Квик, вот он загружается, да, и человек просто теряется. Когда мы говорим о выборе брокера, я бы отдавал предпочтение тем компаниям, у которых брокерская деятельность, дилерская деятельность является основным направлением деятельности. Обязательно смотрите, сколько вы платите за маржинальное кредитование. Брокер, который открыт при банке, у них более высокие брокерские комиссии. Очень в важной мере на это влияет размер транзакционных издержек. Друзья, всем привет! На связи Максим Петров и проект MaxCapital. Сегодня мы в нашем видео поговорим о том, каким образом выбрать брокера. Для меня кажется вопрос очень очевидным, понятным, но на самом деле мы общаемся на аудиторию начинающих инвесторов, и не все знают о подводных камнях, которые есть в плане выбора брокера. Тенденции, которые наблюдаются в настоящий момент, которые непосредственно я вижу, особенно эта тенденция, она очень ярко проявляется в сфере российского подразделения, направления брокерского. Это, с одной стороны, как это принято называть, friendly usability, да, то есть это некое такое комфортное инвестирование, когда человек хочет купить ценную бумагу. До недавнего времени, наверное, еще 2-3 года назад это выглядело примерно следующим образом. Что-то куда-то приходишь, открываешь брокерский договор, подписываешь кучу бумажек, потом тебе дают флешку, потом тебе дают конверт с этим флешком, конвертом, куда-то зайти, ввести пин, зарегистрироваться. Мало того, ты это сделаешь, тебе говорят, они все так просто, вот установи торговый терминал, там танцы с бубнами по поводу установки торгового терминала. Квик, вот он загружается, да, и человек просто теряется, да, он пришел с хорошей историей с тем, чтобы стать инвестором, инвестировать. А в итоге какая-то сложная, непонятная программа, в которой может только IT-специалист разобраться, и поэтому это тоже во многом отпугивало и приводило к тому, что частных инвесторов на российском рынке было не так много. Сейчас все очень серьезно упрощается, создается для нового поколения, две кнопки купи-продай. И в этом плане, то есть, очень многие компании, банковские компании, очень много банков начали, соответственно, прикручивать к своим сервисам брокерские услуги, открывать брокерские счета, вот с этим friendly usability. И это, соответственно, привело к тому, что, с одной стороны, люди приходят на этот рынок, они понимают уже, как купить, как продать ценную бумагу, но не понимают, с какими, ну не то что трудностями, да, но то есть, с какими подводными камнями при этом можно столкнуться. Поэтому смотрите данное видео до конца, наверное, все подводные камни я вам не назову, но однозначно, там вещи, на которые стоит обращать внимание, обязательно на это укажу. Итак, поехали. Первым и основным критерием для нас выступает, для вас должно выступать специализация. То есть, мы прекрасно знаем, что есть человек, который может делать всего и по чуть-чуть, не так глубоко, и есть узкоспециализированные направления. Поэтому, когда мы говорим о выборе брокера, я бы отдавал предпочтение тем компаниям, у которых брокерская деятельность, дилерская деятельность является основным направлением деятельности. Это узкоспециализированные, это основной бизнес, который приносит деньги, и в этом случае нужно понимать, что если вы работаете с компанией, которая занимается только брокерским подразделением, только брокерским бизнесом, то весь функционал, вся бизнес-модель, весь персонал, который работает в этой компании, он заточен непосредственно на то, чтобы удовлетворять решению этих задач. Почему это важно? Потому что, когда вы смотрите на брокера, который при банке, нужно понимать, почему они появляются, потому что у нас в последнее время действительно прослеживается тенденция, связанная с тем, что доходность банковских депозитов очень низкая, и в этом случае банки начинают терять клиентов, потому что человек забирает денежные средства с банковского депозита понятного продукта, начинает забирать и нести, допустим, на рынок, не обязательно на рынок акций, это могут быть облигации федерального займа, это может быть использование льготных инструментов, то есть индивидуальные инвестиционные счета, и в этом случае банк получает отток, и у него возникает вопрос, или с кем-то запартнериться, продавать партнерские продукты, или же создать непосредственно собственный сервис, нанять команду, что это за запилить, ну это некая приживалка при банке, опять же многое зависит от ресурсов, которые банк на это выделяет, но при прочих равных условиях, я тоже в принципе человек такой, если у меня возникает вопрос, кому обратиться к компании, которая это узкоспециализированная деятельность, или там где-то при банке состоит, я выбираю узкоспециализированную, четко запиленная, как правило, хорошие сервисы, хорошие интерфейсы, скоростные каналы связи и с клиентами, и с биржей, кто-то просто из таких брокеров остается в прошлом, да, и не развивается, кто-то двигается достаточно динамично, но при прочих равных условиях я бы отдавал предпочтение, потому что это конкурирующая среда, это очень высокая эффективность бизнес-процессов, и это, как правило, очень низкие комиссии, да, то есть в чем преимущественно конкретно ваше выражается, помимо того, что это узкоспециализированное направление, как правило, брокеры, которые занимаются исключительно брокерской деятельностью, они предлагают достаточно конкурентные тарифы, потому что при банке, как правило, мы сталкиваемся с тем, что брокер, который открыт при банке, у них более высокие брокерские комиссии. Опять же, комиссия, не знаю, там в 0,1%, она может показаться человеку не такой существенной, с одной стороны, но с другой стороны, если понимать, что как часто вы оборачиваете денежные средства, как часто вы непосредственно торгуете, в этом случае нужно понимать, что на длительном промежутке времени относительно других брокерских подразделений комиссии вылится в значительные затраты, которые повлияют на вашу итоговую доходность. Из этого вытекает следующая вещь, на которую стоит обращать внимание, в принципе, при выборе брокера, это брокерские комиссии. При этом брокерские комиссии существуют в основном трех типов, или три вида брокерской комиссии, которые вы получаете, которые вы платите. Первый – это стандартная оборотная комиссия, которая взымается от вашего оборота. Второй тип комиссии – это некая фиксированная часть, которая у брокеров может быть, может не быть, как правило. Брокеру для того, чтобы открыть брокерский счет, ему нужно открыть счет ДПО и иметь, ну, то есть обслуживать этот счет ДПО, транслировать ваши сигналы на биржу. Есть очень маленькая, небольшая доля, которая забирает биржа в форме комиссии, но обычно эта комиссия, она едина для всех брокеров, и поэтому здесь без разницы, вы через какого бы брокера ни торговали, комиссию биржевую заправить. Но комиссию, которую может устанавливать брокер, соответственно, он регулирует самостоятельно, и поэтому на это нужно обращать внимание. С чем можно столкнуться? Первое. Если у вас небольшой объем денежных средств, там до 50 тысяч рублей, вводится так называемая понятие депозитарной фиксированной комиссии. Вы платите за депозитарное обслуживание, платите с НДС, и в этом случае порой размер такой депозитарной комиссии при небольших счетах может быть просто огромнейшим, там от 200 до 300 рублей в месяц. Опять-таки кому-то скажут, да что тут такого, да, это не такие большие деньги. Еще раз, если у вас 10 тысяч рублей направляется на инвестиции, вы покупаете акции, размер брокерской комиссии составляет 200 рублей в месяц. В этом случае по итогам года вы заплатите только депозитарной комиссии, там 2400 рублей. При размере инвестиционного капитала 10 тысяч рублей 24% заплатить только депозитарки за то, чтобы иметь право выход на биржу, но не совсем алло. И в этом случае, то есть, возможно, нужно поднакопить денег на обычном банковском счету, чтобы эту комиссию не платить, раз. Если вы все-таки у этого брокера хотите обслуживаться, два. Ищите брокера, у которой такой депозитарной комиссии нет. Третий момент, есть еще комиссия так называемая маржинальная. То есть, согласно законодательству, деловая практика, что брокер открывает всегда, по умолчанию открывает маржинальные счета. Что значит маржинальный счет? Это значит, что вы по умолчанию можете купить или продать ценных бумаг, то есть, продать ценных бумаг, которые у вас нет, или купить ценные бумаги, которые вы хотите купить, в два раза больше, чем у вас есть денег. По умолчанию это маржинальный счет. По умолчанию брокер может вам предоставить займ. И этот займ у отдельных брокеров, стоимость такого займа может достигать даже 30-36% годовых. Это очень и очень много, а у кого-то, наоборот, стоимость так называемых сделок займа маржинального кредитования может быть снижена до 10%. Обязательно смотрите, сколько вы платите за маржинальное кредитование, доступно ли оно вам, и во сколько в итоге это вам будет непосредственно обходиться. Потому что, опять-таки, выбор брокера в очень важной мере на это влияет размер транзакционных издержек. Юзабилити, юзабилити, ну просто понимаете, может получиться так, что friendly юзабилити в конечном счете обернется для вас очень высокими транзакционными издержками. И прибыль, которую вы непосредственно получаете, в конечном счете будет съедаться вот этими различными народами комиссий, которые в абсолюте кажутся не такими высокими, не такими значительными. Но поверьте мне, как человек, который работал в данной финансовой индустрии, нужно понимать, что даже KPI отдельные брокеры выставляют, что с капитала клиента, который ценен на счету у брокера, брокер должен заработать где-то порядка 4-6% в год. Это очень много, то есть это даже выше доходности банковского депозита у отдельных брокеров по отдельным счетам. Следующий момент, на который стоит обращать внимание, это количество активных клиентов у брокера. Что значит количество активных клиентов и почему это важно? Можно зайти на сайт московской биржи, посмотреть лидеров брокеров по размеру клиентских счетов раз, но это даже не так принципиально, сколько важно количество активных клиентов. Почему это важно? Потому что если брокер понимает, что у него большое число клиентов, то он должен поддерживать соответствующую инфраструктуру, то есть скорость передачи данных. И здесь тоже нужно понимать, у какого брокера какое количество и выбирать некую такую золотую середину. С одной стороны, когда у брокера большое число частных инвесторов, то в этом случае у него как бы инфраструктура поддерживается, он является надежным. То есть, как правило, наверное, у этого брокера привлекательные комиссии или дружественный интерфейс для работы. Но, с другой стороны, в чем кроются риски? А в результате у нас периодически возникают различного рода кризисы. То доллар начинает расти, то акции начинают падать. И у нас в этом случае возникает необходимость срочно подать сделку на покупку или продажу. Если у брокера очень большое число частных клиентов, то в этом случае мы можем с чем столкнуться с проблемами, что когда увеличатся объемы торгов из-за какой-то кризисной ситуации, все ринутся доллары покупать на валютной секции, или все кинутся акции продавать, когда начнет Америка корректироваться, то в этом случае просто нагрузка будет на сервера компании столь высока, что они просто начнут лететь. И в этом случае ваша заявка просто не появится в рынке, и вы или не сможете доллар купить, когда вам это нужно, или продать, или акцию продать, или купить, когда вам это необходимо, но просто лягут сервера. Такое периодически бывает. Поэтому это тоже имеет очень важное значение. Поэтому нужно и не первых лидеров выбирать, но и не последние. То есть понимать, что это справится. Помимо всего прочего, из этого же вытекает возможность, смотрите, чтобы брокер имел техническую возможность принимать заявку на покупку или продажу актива по телефону. Есть такая возможность или нет такой возможности? Потому что, опять-таки, если сервера там условно ложатся, и у вас недоступны электронные средства связи с брокером и с биржей, то хорошо иметь некий резервный канал, что вы могли бы там по телефону хотя бы основную часть сделок сделать. Многие брокеры, в принципе, предоставляют возможность от 5 до 10 сделок в день сделать по телефону бесплатно. Если больше, то, соответственно, там берется какая-то незначительная плата. Но это, опять-таки, важно. Опять же, из специализации брокера вытекает то, что крупные брокеры, как правило, при себе имеют аналитические подразделения, команду аналитиков, выпускают различного рода обзоры, инвестиционные рекомендации, покрывают различные сферы экономики, могут покрывать рынок долга, могут покрывать эквити, рынок акций, могут стратегии предоставлять ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные, могут отдельные истории инвестиционные предлагать. Смотрите, соответственно, какие компании имеют серьезные аналитические подразделения, которые занимают лидирующие позиции по оценкам независимого сообщества аналитиков, присваивают рейтинги. И это тоже является хорошим подспорьем для принятия инвестиционных решений. То есть в двух словах можно резюмировать, что наличие аналитического покрытия аналитического подразделения и является дополнительным плюсом для того, чтобы открыть брокерский счет именно у брокеров. Достаточно просто оценить брокера по рейтингу от рейтингового агентства. У нас, соответственно, есть рейтинговое агентство международное, есть рейтинговое агентство российское. Идеально, конечно же, когда брокер имеет рейтинг от международного рейтингового агентства, чтобы, опять-таки, брокер входил в топ-5-10 брокеров по уровню рейтинга надежности, которым брокер обладает. Также немаловажным фактором являются, ну не то что отзывы, да, то есть, ну наверное назовем это отзывы, потому что есть различные брокеры и вопрос навязчивости, да, то есть каким образом позиционирует себя брокер, вы должны понимать, что у брокера основной бизнес формируется за счет оборота. И вы тем или иным образом для брокера являетесь инструментом зарабатывания денег и он этот инструмент будет использовать по-разному, да, то есть каждое касание, дополнительное касание вас как клиента, оно будет обуславливаться тем, чтобы вы совершили оборот, что-то купили или что-то продали, потому что по-другому брокер заработать не может. Что-то купили, что-то продали, раз, оборачиваемость, комиссия с этого берется, два, чтобы вы взяли плечо, или что-то шертанули, или что-то там купили с использованием заемного капитала, это второй источник дохода и здесь соответственно нужно понимать, насколько часто брокер призывает к этому. И последнее, на чем зарабатывает брокер, это продает так называемые структурные продукты, на самом деле здесь это самый маржинальный инструмент для брокера, самый удобный, самый наименее, ну то есть маржинальность отсюда и выходит, да, потому что вам продали структурный продукт, структурную ноту, один раз продали, вы сидите долго там, не беспокоите ни брокера, ни обслуживающие подразделения, ни своего клиентского менеджера, сидите и сидите, внутренняя маржа уже непосредственно зашита. Поэтому тоже очень важно понимать, да, насколько брокер агрессивен, насколько высокая его рентабельность, если это публичный брокер, по одной простой причине, то есть опять снижение транзакционных отдержек для вас, как для клиента конечного. Если вы видите ориентацию на продажу постоянно структурных продуктов или каких-то там боевых инвестиционных фондов, потому что там высокая, ну то есть собственные управляющие компании, или же там идет высокая оборачиваемость, чтобы покупали, продавали, стимулирование использования заемного капитала, да, для вас все это зло долгосрочное. И поэтому лучше иметь некого такого брокера, который за относительно невысокий размер комиссии будет просто дисциплинированно, стабильно, целенаправленно исполнять те приказы, которые вы ему даете, без стремления, там, есть такое понятие, пушить клиента. То есть у брокеров, да, кто работает с состоятельными клиентами, то есть постоянно их стимулировать и совершать операции купли-продажи, чтобы платилась непосредственно комиссия. И, ну это нормально, да, то есть брокеры, они не альтруисты, они зарабатывают. И здесь вопрос, кто соблюдает баланс. Есть брокеры очень агрессивные, очень жадные, которые или фокусируются на продаже структурных продуктов, или фокусируются на маржинальном кредитовании, или там проводят различную геймификацию, упрощение операции покупки-продажи ценных бумаг, не упоминая при этом, во сколько это будет обходиться, да, поэтому вот, ну, имейте разумность, да. То есть может быть хорошая юзабилити, можно там при определенном критерии портфеля снизить комиссию на обслуживание, и в этом случае мы получаем комфортные условия обслуживания, да, и гарантию исполнения собственных операций. Друзья, у меня на этом все. На самом деле по отношению выбора брокеров гораздо больше там есть критериев. Я постарался указать на основные. Брокер это добро, брокер это человек, даже не человек, брокер это компания, которая предоставляет вам возможность инвестировать глобально. Кстати, это тоже одно из важных замечаний, брокер, возможности брокера для того, чтобы вы могли осуществлять глобальные инвестиции, да, то есть насколько сложно или не сложно получить статус квалифицированного инвестора, выйти на международные рынки, это тоже, конечно же, имеет значение. И еще раз повторюсь, в любом случае брокеры это классные структуры, это те компании, которые предоставляют возможность, находясь в любой точке мира, становиться инвестором и капиталистом практически в любой точке планеты. Это очень классно и это очень круто. С другой стороны, вы должны понимать, что брокеры, они не альтруисты, и они будут делать то, чтобы заработать с вас больше. Поэтому соблюдайте свои интересы и соблюдайте интересы брокера. Интересы ваши – это низкие комиссии, и это дружелюбный интерфейс, чтобы вы понимали, что вы делаете, и это не представляло какой-то высшей математики. С другой стороны, не злоупотребляйте, потому что у нас маркетинг тоже рулит, геймификация для нового поколения, форева, что называется, то есть когда превращается в игру, в это легче включиться, но при этом увеличить свои собственные транзакционные сдержки. Соблюдайте баланс между удобством, стабильностью обслуживания и низкими транзакционными сдержками, потому что я неоднократно говорил, что это по большей части убивает абсолютное большинство прибыли. У меня на этом все. Понравилось видео – обязательно поставьте ему лайк, поделитесь своими друзьями, сравните собственные брокерские счета, ну просто в качестве альтернативы, да, по тем критериям, которые были определены в данном видео. Пройдитесь, у вас не займет это много времени, может быть 30-40 минут, и может быть тот брокер, которым вы владеете, это не самый лучший вариант, который в принципе может быть. Если вы сократите транзакционные сдержки, оставив остальные плюсы, которые имеете, уже это видео принесет вам конкретные деньги в карман, снизив сдержки и увеличив в итоге вашу чистую прибыль. У меня на этом все, на связи был Максим Петров, до свидания и удачи.